МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире программа «Диалоги о здоровье». Роль зрения для человека трудно переоценить. Более 95% всей информации мы получаем благодаря органу зрения. Сегодня наша передача проходит в медицинском научном исследовательском центре МНТК «Микрохирургия глаза» имени академика Федорова. Мы находимся в Иркутске, и тема нашей программы будет посвящена одного из самых распространенных глазных заболеваний. По-другому еще называют его «жемчужиной глазной хирургией» – это катаракта. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, что же такое катаракта? Видите, у нас здесь муляжи, они буквально усыпаны вот такими вот линзочками. Вот это в увеличенном виде хрусталик человека. Что такое хрусталик? Хрусталик – это линза, которая находится внутри глаза, и которая преломляет свет, попадающий в глаз человека, для того, чтобы он фокусировался на сетчатке – это внутренние оболочки глаза. И дальше сигнал шел в головной мозг, где мы уже ассоциируем то изображение, которое мы видим. Если по какой-либо причине вот этот хрусталик помутнел и стал вот таким, то, естественно, свет не проникнет на сетчатку, человек не увидит изображения, и наступает слепота. То есть мы знаем, особенно раньше, да и сейчас случается, когда приходят абсолютно слепые люди с двумя белыми хрусталиками. Казалось бы, им давно можно было помочь, однако они находятся на инвалидности, потому что либо живут далеко в какой-то деревне, где помочь невозможно и не выезжают, либо врачи такие тянут, что хрусталик должен созреть. Академик Федоров говорил, хрусталик – это не груша, ему не нужно созревать. И на сегодняшний день показания хирургии катаракты к удалению этого хрусталика и замену его на новый искусственный, показания только одно – это снижение качества жизни, снижение качества зрения. Итак, еще раз, свет попадает вначале на роговицу глаза, вот она придает блеск нашим глазам, потом идет в зрачок, это дырка в радужной оболочке, потом попадает на хрусталик, преломляется, идет через стекловидное тело и попадает в результате на сетчатку глаза, центр и дальше в головной мозг. Кто же в зоне риска по этому заболеванию, то есть по возрастной катаракте? Почему она называется возрастной? Что чаще всего страдают люди преклонного возраста. Но сразу оговорюсь, что в последнее время, как и другие заболевания, катаракта помолодела. То есть сейчас мы можем встретить катаракту и у 40-летних, у 50-летних, естественно, даже и у 30-летних иногда бывает. Последствия травмы глаза чаще всего это проникающие ранения, врожденная патология или лучевая травма. То есть вот эти вещи могут способствовать развитию помутнения хрусталика и развивается катаракта, которую необходимо удалять и заменять мутный хрусталик прозрачным, искусственным. А какие хрусталики есть, но об этом подробнее вам расскажет уже наш ведущий хирург. И теперь мы перенесемся в операционную, чтобы увидеть это космическое действие, которое называется микрохирургия глаз. А сейчас я вам хочу представить очень известного хирурга, имя которого знают не только в нашей области, но и во всей России, а также Европе. Обладатель множества престижных наград европейского общества, американского общества. Кандидата медицинских наук, заслуженного врача России, Марина Анатольевна Шантурова, операцию которой мы с вами только что наблюдали. Здравствуйте, Марина Анатольевна. Шантурова Марина Анатольевна, заведующая вторым офтальмологическим отделением Иркутского филиала МНТК «Микрохирургия глаза». Врач-офтальмолог высшей категории, кандидат медицинских наук, заслуженный врач Российской Федерации. Член Американского и Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов, лауреат премии губернатора Иркутской области по науке и технике, неоднократный лауреат премии Азиатско-Тихоокеанского и Европейского общества катарактальных и рефракционных хирургов. Имеет более 80 публикаций, автор трех монографий, 29 раз предложений и 15 патентов на изобретение Российской Федерации. На ее счету более 32 тысяч операций. Является ведущим специалистом в оптико-реконструктивной хирургии переднего отрезка глаза. Как после операции самочувствия? Сколько таких сегодня? Каждый день у нас проходит около 30-40 операций по поводу катаракты, потому что эта патология достаточно распространена и операции эти достаточно востребованы. Общая длительность, начиная с момента подготовки к отъезду, как мы сейчас с пациентом разговаривали? Общая длительность операции в неосложненной ситуации это минут 5-10, если все стандартно проходит. Пациент жалуется на что-то, боится, ощущает, или вот так вот, как сегодня все проходит совершенно гладко? Нет, ну естественно, все люди люди, поэтому ощущение какого-то внутренней дрожи, безусловно, пациенты испытывают. Пациенты, конечно же, боятся, но для этого и существуют хирурги, для этого у нас существует бригада анестезиологов, которые могут подготовить пациента, поговорить с ним, успокоить его, чтобы все прошло хорошо. А вообще это фантастика, но вы имеете большой опыт. Вот немножко расскажите для наших телезрителей, вообще приговор или это катаракта, я не совсем понимаю слово приговор, потому что катаракта оперируется очень давным-давно, а сейчас такие технологии, что про это слово вообще не надо говорить. Но хирургия катаракты раньше и сегодня, как говорят в Одессе, две большие разницы. Вы совершенно правы, хирургия катаракты несколько десятилетий назад, и сейчас это две большие разницы. На сегодняшний день это космос, это операция, которая производится без уколов, это операция, которая производится под местной анестезией, под капельками, операция производится через микропроколы, их даже разрезами назвать нельзя, это микропроколы, через которые удаляется все вещество хрусталика с помощью специального прибора, который это вещество превращает в крошку и затем аспирирует из глаза. И благодаря разработкам в глаз имплантируется, то есть устанавливается хрусталик искусственный, который также складывается через этот же маленький прокол в глаз имплантируется, и действительно как цветок там разворачивается на месте своего хрусталика. Десять минут, и вы другой человек, вы видите по-другому, и когда человек сможет приступить к обычной жизни? Если нет никакой сопутствующей патологии, если зрение снижает пациенту только катаракта, то на следующий день уже у многих пациентов, которые к нам приходят за выпиской, имеют максимальную остроту зрения, то есть вплоть до 100%. Конечно, это фантастика. Конечно же, это фантастика, да. И то есть, в принципе, по большому счету, они уже могут приступить к обычной своей жизни. Буквально на следующий день. Раньше эти огромные очки, огромное количество швов, тяжелый послеоперационный период. Все это сейчас в прошлом. Конечно, в прошлом, но нужно помнить, что все-таки это большая сложная операция, это операция полостная по замене целого органа. Это она протекает так быстро, потому что настолько высоки технологии и профессионализм наших хирургов, но обязательно все равно соблюдать минимальный режим ограничений и обязательно режим закапывания капель, то есть режим инстилляции, тот, который прописывает врач после операции. Два слова про новые модели хрусталиков искусственных, которые ставятся внутрь глаза. Да, то есть на сегодняшний день хирургия катаракта, это не только хирургия, которая позволяет улучшить, просто улучшить зрение. Это операция, которая позволяет пациенту после операции минимизировать вероятность использования очков и практически избавиться от очков, потому что в нашем арсенале существует огромное количество премиум хрусталиков, то есть хрусталиков, которые позволяют и откоррегировать астигматизм, то есть компенсировать неправильную форму роговицы, и обеспечить пациенту зрение на разных расстояниях в обычной жизни, что позволяет ему не использовать очки, так называемые мультифокальные хрусталики. Все хрусталики, которые на рынке сейчас есть, офтальмологическом, они есть в нашем арсенале, и мы готовы, если у пациента нет противопоказаний, предоставить ему эту возможность, видеть мир без очков и в всех его красках. Ну, можно сказать, коротко подытоживая, что девиз академика Федорова «Прекрасные глаза каждому» воплотился в мир. Он живет, и он продолжает этот девиз еще больше расцвечиваться красками, потому что мы имеем еще больше возможности предоставить пациенту прекрасное зрение. Мария Анатольевна, у нас есть видеовопрос от иркутянки Галины Ивановны. Давайте его послушаем и ответьте, пожалуйста. Здравствуйте. Меня зовут Галина Ивановна Козлова. Я живу в городе Иркутске. Мне 74 года. В прошлом году я проходила обследование в МНТК, и у меня вывели катаракту. Очередь на бесплатную операцию подойдет только через два с половиной года. Скажите, как я могу замедлить прогрессирование данного заболевания? И вообще, возможно ли это? Спасибо. Уважаемая Галина Ивановна, я понимаю Ваш вопрос и понимаю Ваше волнение и надежда на то, что без операции можно избавиться от катаракты. К сожалению, я хочу Вас разочаровать. Кроме никаких капель, никаких таблеток, никаких волшебной воды святой не существует, и аппаратов не существует, которые могли бы рассосать и предотвратить развитие катаракты. Если катаракта появилась, а катаракта – это помутнение хрусталика, то единственный способ излечения и единственный способ вернуть Вам зрение – это только операция. Операция по поводу удаления катаракты с имплантацией искусственного хрусталика. Ну что ж, Марина Анатольевна, спасибо Вам за блестящую хирургию, за ответы на вопросы. Желаем Вам дальнейших успехов и быть такой же знаменитой, очаровательной, процветать самой и прославлять нашу иркутскую медицину. Спасибо. О том, как проявляется катаракта, о первых ее признаках и о методах обследования – наш следующий сюжет. О таком заболевании, как катаракта, наверняка слышали многие. Однако, что становится причиной данной патологии? Какие прогнозы дают врачи и каковы современные методы лечения? Давайте сегодня разбираться. Итак, главный и наиболее распространенный клинический признак катаракты выражается в зрительном дефекте, который характеризует как пелена перед глазами. Этот симптом напрямую указывает на помутнение хрусталика. Он сопровождается снижением остроты зрения. Большинство пациентов описывают этот признак как будто они смотрят на мир сквозь запотевшее стекло или туманную пелену. Нередко пациент долгое время не замечает, что зрение стало хуже, так как глаз, который видит лучше, компенсирует разницу в зрении. Для самодиагностики врачи рекомендуют поочередно закрывать глаза и проверять зрение отдельно каждым глазом. К числу симптомов катаракты врачи-офтальмологи относят размытое или затуманенное зрение. Цвета кажутся тусклыми и блеклыми. Появляются круги вокруг источников света. Чувствительность к солнечному и яркому свету. Ухудшение зрения в ночное время суток. Высокая потребность в более ярком освещении при чтении. А очки больше не помогают. Современные методы диагностики дают возможность обнаружить развитие патологии на ранней стадии. Основным в диагностике катаракты является осмотр с помощью световой лампы, биомикроскопия глаза. Важны также такие исследования, как определение остроты зрения, осмотр глазного дна, исследование полей зрения, измерение внутриглазного давления. Если катаракта выявлена, врачи настоятельно рекомендуют не затягивать с лечением. Хрусталик человека является интерокулярной линзой и, к сожалению, с возрастом он подверг определенным влияниям. Прежде всего, особенность анатомии и развития хрусталика заключается в том, что хрусталик растет с периферии к центру и в течение жизни формируется достаточно плотное ядро, которое может приобретать желтоватый или даже бурый оттенок и снижать остроту зрения пациентов. Основные причины – это, конечно, возраст, это сопутствующие заболевания, нарушения обменных процессов, такие как сахарный диабет прежде всего. Это травмы, учитывая, что хрусталик – достаточно нежная структура, которой реагирует. Травма, вредности на работе, на производстве, воздействие химикатов, ионизирующего облучения, в том числе воздействие лекарственных препаратов, прежде всего стероидов. Все эти факторы в сумме могут ускорять помутнение в хрусталике и приводить к развитию катаракты. К сожалению, если помутнения в хрусталике начались, они обратному развитию уже не подвергаются, поэтому основное лечение является именно хирургическое. Хирургическое лечение имеет один неотъемлемый плюс, учитывая, что во время хирургии мы перерасчитываем линзу интеракулярную, у нас есть возможность вместе с мутным хрусталиком доработать рефракцию. То есть, если у пациента до хирургии был определенный минус или плюс коррекции для далее, при хирургии катаракты этот плюс или минус его возможно полностью убрать. Существуют методы профилактики, это в том числе и медикаментозная терапия. Капли, улучшающие обменные процессы. Но если в хрусталике уже есть помутнение, они будут только прогрессировать. И выход в таком случае один – операция. В настоящее время в практике офтальмологи используют высокотехнологичный метод бесшовной хирургии, при котором удаление катаракты проводится методом ультразвуковой факоэмульсификации или проводится лазерное размельчение катаракты с последующим отсасыванием фрагментов хрусталика. После чего искусственный хрусталик имплантируется через сверхмалый разрез, раскрываясь без преувеличения подобно цветку. При таких операциях прокол настолько мал, что зашивать его не нужно. Пациент обретает новое четкое зрение и может вернуться к своим делам уже на следующий день. Конечно, самый лучший вариант – это вовсе не допускать развития данной патологии. И большую роль здесь играет профилактика. Чтобы снизить вероятность развития катаракты, врачи рекомендуют оберегать глаза от негативного воздействия ультрафиолета, отказаться от вредных привычек, следить за общим состоянием организма и, конечно, ежегодно проходить осмотр у офтальмолога. Ведь ваше зрение по-настоящему бесценно. О, это болезнь зрительного органа глаза. Где-то заболевание какое-то глаза. Это пленка, наверное, на зрачке. Наверное, что-то так. Это что такое катаракта? Здрасте. Болезнь глаза? Русталика. Как она выражается? Не подскажу, наверное, помутнение. Среднее. Это заболевание глаз. Насколько я знаю, присталика, помутнение. По-моему, глаз просто становится мутным, насколько я знаю. Но вот не сильно разбираюсь в это. Катаракта – это глаз, когда болит. Потому что мама у меня болела катарактой, потому что у нее был сахарный диабет. И последствия сахарного диабета была катаракта. Но раньше этого не лечились. Знаете, что такое катаракта? Нет, спасибо. Здравствуйте. А вы знаете, что такое катаракта? Нет. Я знаю, что это болезнь. Катаракта. Я знаю. Связано с голодом. Это возрастное помутнение хрусталика. Вообще легко лечиться оперативным лечением. МНТК и другие клиники владеют прекрасно. Операция амбулаторная. В этот же день вы хорошо видите. Проблем нет никаких. Это у всех бывает возрастное помутнение хрусталика. Бывает травматическая катаракта, бывает возрастная. Наша программа подошла к концу. Надеюсь, она была очень важной, информативной и полезной для вас. Сейчас вы можете задавать нам вопросы и в электронном виде, на электронную почту по адресу диалоги о здоровье собака.яндекс.ру. Я желаю вам быть внимательным к своему здоровью. Обращайтесь только к профессионалам в проверенные клиники. И, как всегда, в конце передачи хочу вам сказать всего вам доброго. До новых встреч. Будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова